Почему этот вопрос все важен для города? Вы знаете, одна из основных задач власти это обеспечивать спокойствие и согласие в обществе. И коль вопрос по размещению храма вызвал такой ажиотаж и, в общем, нездоровую реакцию со стороны части населения города, значит, нужно сделать таким образом, чтобы выявить мнение большинства горожан, для того, чтобы в дальнейшем, опираясь на это мнение, строительство храма уже ничего не мешало. Поэтому, в принципе, идея опроса, как некого самого демократичного инструмента выявления мнения населения, она была поддержана и реализована. Причем, судя по количеству людей, я, честно говоря, даже удивился. Машину негде поставить, когда подъехал. Ну, я оцениваю очень высоко такой метод, но дело в том, что его надо и осуществлять соответствующим образом. Если мы обращаемся к такому способу выяснения мнения народа, надо народ готовить, надо рассказывать, о чем идет, какие есть варианты, почему здесь, почему не там, и так далее, и так далее, чтобы люди, знав всю информацию, они могли бы выработать свое мнение и уже свое мнение высказывать. Это большая работа такая, которой надо заниматься перед тем, как проводить такие мероприятия. Но эта работа была проведена или все-таки думаете, что... Ну, это будет... Сейчас я не скажу вам, насколько проведена. Это два фактора будет видно. Во-первых, посещаемость, то, как народ голосует, и как он будет голосовать. Как он будет голосовать. И безотносительно конкретной площадки, вообще храм Святой Екатерины нужен ли городу? Вы, как человек, награжденный патриаршем знаком храмостроителя, в этом все-таки знаете толк. Нужен храм в центре или нет? Вы понимаете, я бы не так бы сказал, нужен он или не нужен. Я думаю, что он нужен. Продолжение следует...